Всем привет, друзья! Сегодня мы будем с вами разбирать задачу, которой больше 150 лет. У нас есть с вами прямоугольный треугольник, в котором проведена высота из вершины, естественно, прямого угла гипотенузы. И гипотенуза этой высотой делится на два отрезочка. 9 и 16. Найти нам, собственно, нужно два катета этого большого прямоугольного треугольника и высоту. Ну а впервые давалась эта задача на вступительном экзамене 1869 года и не куда-нибудь, а в Массачусетский технологический университет. Один из лучших технических институтов мира, друзья мои. Да, 153 года назад это было. А сегодня задачи такого уровня с легкостью решают восьмиклассники любой среднеобразовательной школы. Причем даже, наверное, не отличники. Так что попробуем сразу приступить к решению. И первое, что мы с вами должны тут заметить и сказать, что вот эти вот два вновь образованных прямоугольных треугольника, которые получились после проведения высоты, зелененькие и голубые вот эти прямоугольные треугольники, они у нас с вами подобны. А значит, мы можем записать соотношение. Что меньший катет зеленого треугольника 9 относится к меньшему катету большого треугольника голубого. Но обозначим, давайте это перпендикуляр, давайте обозначим через H. Относится точно так же, как большой катет зеленого треугольника, это тоже самое H, относится к большому катету голубого треугольника, то есть к 16. Ну, отсюда несложно понять, что H квадрат равняется 9, помноженное на 16, это 144. А значит, H, так как нас интересуют только положительные корни, так как это геометрия, равна корень из 144, и это равно 12. Кое-что мы нашли, да, с высотой справились. Она равна 12. А теперь давайте посмотрим, как можно найти катеты. И тут есть два способа. Первый способ это использовать теорему Пифагора, да. Мы знаем два катета здесь, несложно найти гипотенузу. Это будет равно корень из 12 в квадрате плюс 16 в квадрате. Так, можно посчитать. А тут, соответственно, гипотенуза вот этого треугольничка будет равна катету большого треугольника и равна корню из 9 в квадрате плюс 12 в квадрате. Можно заняться. Вот этим, в принципе, несложно и посчитать. А можно обратить внимание вот на что. Что на самом-то деле отношение 9 к 12 и 12 к 16 – это не что иное, как отношение 3 к 4. А мы с вами помним про такой чудесный египетский треугольник, его называют, да, у которого катеты равны как раз 3 и 4, а гипотенуза равна 5. К чему я это все? А к тому, что вот это все, это все египетские треугольники просто с каким-то коэффициентом. Смотрим. Меньший катет зеленого треугольника равен 9. То есть коэффициент подобия равен 3. А значит, гипотенуза его равна 5 умноженное на 3 равна 15. И, к слову, если мы посчитаем по теореме Пифагора, мы тоже с вами получим 15. А коэффициент подобия голубого треугольника и вот этого стандартного египетского треугольника равен чему? 12 и 3, да, значит 4. А раз так, то мы должны 5 помножить на 4, получим 20. И, собственно, то же самое мы получили бы, если бы считали по теореме Пифагора. Вот два таких способа решения этой задачи. Если все было понятно, то ставим обязательно лайк. Подписываемся на мой Телеграм. Подписываемся на этот канал, разумеется, если вы еще не подписаны. Ставим колокольчик. И пишем в комментариях, как вам уровень вступительных задач 150-летней давности. Вот бы нам сейчас с нашими знаниями оказаться бы там. Но живем в том времени, в котором живем. Так что, друзья, пока. До новых интересных задач. Субтитры создавал DimaTorzok